В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Сегодня Всемирный день щитовидной железы. И сегодня о мерах профилактики заболеваний эндокринной системы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет врач-эндокринолог Мира Шенкау. Доброе утро всем! Доброе утро, Мира Яхьяевна! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я хочу сказать о том, что в конце мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. На Кавказе эта проблема существует, как мы все знаем, но не все посещают врачей-эндокринологов. Я бы хотела у вас спросить, какие-то мероприятия, приуроченные к этому дню, у нас в республике проводятся? Да, конечно. Я два слова скажу, почему возникла вообще эта идея отмечать Всемирный день щитовидной железы. Это Европейская Ассоциация Терриедологов, которая занимается изучением заболеваний щитовидной железы, распространенности, методами лечения и профилактики. Щитовидная железа, пожалуй, один из крупных желез внутренней секреции человека. Она располагается на передней поверхности шеи, над гортанью, а сам по себе небольшая. Состоит из двух долек, перишейка. Но щитовидная железа, такая небольшая, по размеру вырабатывает два гормона, которые абсолютно необходимы для нормального физического и умственного развития организма человека. Особенно это важно в раннем детском возрасте и во время беременности, внутриутробном развитии ребенка. Есть проблема. Почему имеется такое широкое распространение заболеваний щитовидной железы, йод дефицитное. Пожалуй, в России нет региона свободного от йод дефицита. То есть, в том числе и Карачаево-Черкесия относится к региону, где есть дефицит йода. Все дело в том, что щитовидная железа, накапливая йод, из него строит необходимые гормоны тероксин и триотиранин для нормального развития физического и умственного. Если этих гормонов мало, развивается гипотиреоз. Если это в раннем возрасте, это мешает нормальному развитию, нормальному росту ребенка. Если внутриутробном, у беременных, развитие плода, страдает развитие головного мозга. Мира Ихановна, я вас перебью. Конечно, вы рассказали о том, насколько этот орган важен. Важен. Это хронический, пользуясь йодированной солью, обеспечивает нормальное поступление йода в организм, из чего щитовидная железа и строит нормальные гормоны. К сожалению, в России такая программа не осуществилась, но всегда в продовольственных магазинах наряду с обычной поваренной солью есть йодированная соль. И взрослому человеку достаточно хронически пользоваться йодированной солью, чтобы обеспечить себе нормальную работу щитовидной железы. А деткам? Деткам необходимо обеспечить суточное потребление йода. В разном возрасте она разная. Детям нужно иметь в рационе 90 микрограмм этого йода, а взрослым 150. Если почва богата йодом, то и в продуктах его мало, этого йода. Поэтому дети, как правило, назначаются в таблетках йодомарин от 100 до 150 микрограмм в день. Если всё-таки развился дефицит гормонов щитовидной железы, назначается готовый гормон щитовидной железы левотероксин натрия, который восполняет этот дефицит. Ну что ж, я благодарю вас за столь подробную информацию. В общем, надо беречь свою щитовидку. Спасибо вам. Испехов в работе. Спасибо. Новый информационный день продолжается. Обещания на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14.30. «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.